здравствуйте я алексей романов россия протестует против возможной пенсионной реформы против возможного увеличения пенсионного возраста и протест этот по-своему уникален ну во всяком случае с точки зрения географического охвата он абсолютно уникален такого в россии не было много 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 лет даже болотная площадь вот кажется был пик протестной активности в россии даже болотная площадь это ведь была исключительно активность в москве и может быть еще и санкт-петербурге вся остальная страна лишь наблюдала за тем что делалось столицах сегодня вчера было не так вчера на улице протестовать против вот этой самой пенсионной реформы вышли люди в огромном количестве городов вышли люди практически по всей стране это даже вот что напомнило на этих кадрах были пенсионеры которые в январе 2005 года 13 лет назад выступали против монетизации льгот тогда так же как и сейчас протест прокатился по всей стране от востока до запада и от севера до юга разумеется формы протеста тогда были несколько иные в россии еще не было столь жесткое полицейское государство можно было запросто проводить еще не санкционированные митинги и слова такого по моему еще никто не знал можно было даже безнаказанно перекрывать дороги сейчас за это немедленно выписывают какие-то колоссальные штрафы отправляют отправляют на сутки сейчас разумеется выглядит протест иначе но география оказалась очень похожа и повод оказался очень похож ущемление социальных прав так что хотим мы или нет но в нынешних митингах нам приходится видеть то что было 13 лет назад и даже еще дальше сейчас объясню почему но давайте определимся с количественной составляющей протеста сколько людей вчера вышла на улицу к прф отчиталось что протесты в той или иной форме прошли в 100 городах россии мне сегодня в сми удалось найти упоминание только 65 городов но это в любом случае много это больше половины субъектов российской федерации причем в основном столицы субъектов российской федерации это много далеко не по всем городам удалось найти оценку численности участников лишь примерно по половине лишь даже меньше немного но если экстраполировать те данные которые известны на другие города то можно примерно определить цифру тех кто вчера выходил на улице это от 50 до 90 тысяч человек и для современной россии эта цифра особенно с учетом географии просто невероятной и огромной такого не было много много лет но это лишь если сравнивать с теми годами которые вот у нас за спиной а если посмотреть на абсолютные цифры то картина конечно уже не такая радужная и эти абсолютные цифры дают возможность представить а насколько успешным окажется этот самый протест потому что смотрите если 65 городов если 60 70 тысяч участников то это получается в среднем меньше тысячи человек на один город а вот это уже не так много это уже не такие впечатляющие цифры но более того ведь и города разные тысячи человек для небольшого населенного пункта это ого-го это уже почти революция тысячи человек в мегаполисе да ее просто никто не заметит и в общем я собрал сегодня статистику какую смог и соотнес количество жителей городов которых были протесты и количество тех кто вышел на эти протесты ну какой процент от жителей городов у нас принял участие в этих протестах и вот тут конечно информация уже совсем грустно потому как даже слова процент употреблять нельзя ни в одном из городов где проходили акции протеста на улице не вышел один процент жителей нигде поэтому речь может идти только о промилле о десятых частях процента максимум это екатеринбург там почти 7 часть процента людей вышло в других городах еще меньше но знаете лучше эти цифры представить все таки графически вот смотрите 65 городов в которых прошли акции протеста вот так эти города распределены по территории россии более-менее равномерно если убрать отсюда те населенные пункты где мы не знаем сколько людей выходило вчера на улицу то получается вот такая картинка но тоже более или менее равномерное распределение но если на эту самую карту сейчас наложить не равного размера точки которые просто указывают в каком городе а наложить точки которые соответствуют по масштабу вот проценту вышедших людей то картина получается совсем иная вот как она выглядит чем крупнее . чем больше вот этот розовый диск тем больший процент жителей того или иного города вышел на акцию протеста посмотрите вот наверху это салихард южнее екатеринбург там дальше самара саратов и посмотрите на совершенно крошечные точки где-то в середине там где москва и там где петербург удивительная картина столицы не волновались так по поводу пенсионной реформы как волновалась провинция более того вот эти кругляшки прям очевидно видно что они кольцом окружают столицы такой вот ну я случайно выбрал розовый цвет он мог быть любым другим такой вот розовый пояс и тут на ум разумеется на память приходят другие вещи другие из истории из 90-х годов когда точно также вокруг москвы существовал может кто-то помнит так называемый красный пояс это были области это были регионы в которых у власти оказались коммунисты это были губернаторы это были парламенты такие вот коммунистические и которые пытались проводить политику не демократическую которые вот сопротивлялись тогдашней ну вроде бы еще демократической российской власти и вот сейчас что получается этот красный пояс восстанавливается получается что мы в некоторых социальных своих реалиях откатились назад уже даже не на 13 а на 20 на 25 лет не знаю наверное социологи должны делать выводы я же для себя вывод сделал вот какой но он очевидный почему так мало людей выходит на акции протеста вот по этому поводу в москве но потому что наверное москвичи не считают эту тему для себя настолько болезненной наверное потому что москвичи обладая совершенно иным уровнем доходов несопоставимым с любым другим городом в стране считает что у них есть иная возможность как-то решить будущий свой пенсионный вопрос их это не беспокоит так как беспокоит гораздо менее богатую провинцию из чего можно делать вывод что если мы собираемся решать какие-то социальные вопросы которые касаются ну там пенсии касаются пособий то нам нет нужды полагаться на столицу по всей видимости и это же кстати объясняет сегодняшний очевидный провал той акции протеста которую проводили демократические партии либертальянская партия была яблоко кто там еще навальный вот приходил две с половиной тысячи человек на москву в которой только официально живет почти 13 миллионов человек да ну вот это был провал и понятно почему мы видели это кольцо из небогатых регионов где люди против пенсионной реформы и мы видели крошечную точечку в москве где людям не очень есть дело до этой проблемы но я только так могу это интерпретировать уж извините меня и понятно что и либеральная часть которая без того немногочисленна в москве оказывается еще менее многочисленна либеральная часть общества готова протестовать против вот этих планов правительства относительно пенсионного возраста не знаю какие дальше делать из этого вывода лично мне показалось немного тревожным то что вот эта картинка настолько напоминает картинку 90-х годов а может быть обнадеживающе да пускай москва там занимается своей реновации выборами мэра у них какие-то свои игрушки а вся остальная страна может быть она в чем-то возвращаясь сейчас в 90-е приближается и пониманию что надо что-то с этим делать может быть шанс на то что в россии что-то изменится становится больше не знаю но я верю что россия обязательно будет свободны подписывайтесь на канал будем изучать нашу страну наше будущее вместе делись романов пока